Итак, господа, у нас сегодня будет несколько такой необычный вебинар, его будет вести двое ведущих, Данилов Юрий, я, Седойкин Алексей, и наш вебинар будет посвящен тому, что можно оптимизировать, что можно допиннинговать в TeamCentry и в NX. Первая часть нашего совместного вебинара будет посвящена все-таки, наверное, этим центру, и ориентирована она будет в первую очередь на администраторов этой системы и просто системных администраторов ваших компаний. А вторая часть, которую будет вести мой коллега Юра Данилов, она будет посвящена использованию NX в случае работы с большими сборками и вообще с загруженными какими-то элементами. Соответственно, вторая часть доклада будет уже менее, так скажем, ориентирована на системных администраторов, а большая часть будет ориентирована на конструкторов и программных конструкторов. Да, и пополам, да, как коллега подсказывает. Итак, хорошо, давайте мы начнем. Первая часть нашего вебинара нам предпосвящена оптимизации TeamCentry. Что можно здесь, что называется, после установки, донастроить, доулучшить. И в том числе эта информация будет полезна тем, кто только собирается разворачивать эту систему. Итак, зачем необходимо ввести какую-то оптимизацию? Ну, очевидно, что TeamCentry не всезнайка и о некоторых нюансах и аспектах его эксплуатации он не может знать в ходе его инсталляции. Соответственно, TeamCentry не может знать, какое оборудование используется. А TeamCentry не может располагать информацию о том, с какими объемами данных вы собираетесь вести работу и какое количество одновременно работающих пользователей будет соединено с TeamCentry. TeamCentry, очевидно, также не может знать о особенностях вашей сетевой инфраструктуры, ее производительности, качестве каналов связи и прочего. И то же самое касается уже непосредственно клиентских рабочих мест. TeamCentry в ходе своей установки не может знать о том оборудовании, которое есть на нашей, например, графической станции. И он также не может располагать информацию о том, какие все-таки действия, и какие манипуляции будут проводиться конкретно на этой рабочей станции с использованием TeamCentra. Например, работать с большими бомбами, с очень большими бомбами и прочее. И самое главное, что когда вы разворачиваете TeamCentry, то те значения по умолчанию, которые уже, что называется, забиты в мастера установки, в мастера конфигурации, эти значения ориентированы на разработчиков. Эти значения не являются значениями, которые пригодны для промышленной эксплуатации. То есть это те значения, при которых TeamCentry установится, однозначно запустится и будет работать. Наша задача понять, что мы можем улучшить, что мы можем дотюнинговать уже после свершившейся установки и на что обратить внимание в ходе проведения инсталляции. Собственно говоря, это моя задача в ходе этой первой части нашего вебинара. Итак, мы будем рассматривать основную промышленную архитектуру TeamCentra для эксплуатации так называемых четырех слов, ну, четырехслойную, четырехзвенную, и пройдемся по всем основным ее компонентам с целью того, чтобы понять, что мы можем здесь улучшить. Сразу хочу сказать, что наш вебинар не ставит с собой задачу раскрыть все аспекты по оптимизации TeamCentra. Очевидно, что здесь часа, полутора, двух не хватит. Но какие-то основные моменты, на которые вам стоит обратить внимание, мы раскроем. И, в принципе, вы можете их уже, как говорится, взять на вооружение. Итак, какие основные пути оптимизации мы можем выбрать для повышения производительности TeamCentra, для улучшения времени успеха? Ну, очевидно, что это оптимизация параметров, используемых вами с УБД. Оптимизация ваших дисковых массивов, оптимизация файловой службы TeamCentra, оптимизация используемых вами сервиров приложений, оптимизация сервиров с бизнес-логикой TeamCentra и непосредственно оптимизация клиентских рабочих мест. Несмотря на то, что, ну и было сказано, в первую очередь оптимизация уже непосредственно конкретных центровских звеньев, сервер базы данных, клиентские рабочие места сервероприложений, бизнес-логики и прочее, мы начнем немножко с небольших рекомендаций, касающихся вашей сетевой инфраструктуры, потому что зачастую именно сетевая инфраструктура является тем самым бутылочным горлышком, которое может на ней свести все ваши усилия по повышению производительности их или иных компонентов. Итак, однозначно качество сетевого оборудования будет в целом влиять на стабильность и производительность работы всех компонентов. Вы должны использовать высококачественные сетевые контроллеры, высококачественное сетевое оборудование и высококачественные, собственно говоря, каппелля и прочее. Соответственно, если мы используем хорошее оборудование, то мы в целом повышаем стабильность работы с сетевой инфраструктурой И в конечном итоге у нас снижается количество лишних обменов пакетами информации между клиентами и серверами, что в конечном итоге положительно сказывается на времени отклика и на итоговой производительности нашей среды. При проектировании инфраструктуры для использования Тим-центра вы должны заранее планировать и стараться размещать файловые хранилища, я имею в виду Тим-центровские файловые хранилища, тома, но по возможности ближе к потребителям. Соответственно, очевидно, чем дальше мы от файловых хранилища, там уже находимся, тем больше времени уходит на закачку файла непосредственно в клиентское рабочее место. То есть, если, так скажем, запросы в базу данных бегают всегда быстро, то проблемы с сетью, большие задержки и прочее, соответственно, очень негативно сказываются на файлах. Соединение между Тим-центровскими компонентами непосредственно уже в вашем СОДЕ необходимо выполнять с помощью, так скажем, 1-гигабитного сетевого оборудования. То есть, никаких 100 мегабит между базой данных и сервером бизнес-файловым. Как минимум 1-гигабит. Все компоненты Тим-центра в вашем СОДЕ крайне желательно вывести в отдельную бодсеть. Если говорить о высоконагруженных компонентах Тим-центра, это в первую очередь база данных и СОДЕ, то по возможности объединяйте несколько сетевых карт в так называемый транк для повышения суммарной производительности и выпускной способности вашего сетевого оборудования. Что касается клиентов, 100 мегабит это минимум, очевидно. Если есть возможность использовать 1-гигабит, в принципе, сетевое оборудование достаточно сейчас дешево. Крайне желательно использовать 1-гигабитную сеть. Да, я вот вижу ваши вопросы. Давайте я в конце уже непосредственно... Мы будем с Юрой отвечать. Что ответить не успеем, мы уже непосредственно по почте разошлем вам ответы. И касательно бюллетеня и всего прочего. Соответственно, задержки в сети должны быть не более 1 миллисекунды. Ну и, соответственно, при планировании топологии вашей сети старайтесь, что называется, разносить, расставлять наше оборудование, коммутаторы и прочее с таким расчетом, чтобы минимизировать посредственно прыжки от одного звена к другому звену. Чтобы мы не ходили, как говорится, круголями для того, чтобы добраться до файлового сервера и забрать интересующие у нас детали или сборочную единицу на клиентскую часть. Теперь смотрите. Вопрос о настройке сети достаточно такая большая, обширная тема. И она, TeamCenter, так скажем, напрямую касается поступку-поскоку. Но, тем не менее, на нашем JTAC, на нашем техническом портале вы можете найти в разделе «Документация» таких два гайда. TeamCenter Network Performance Viewing по следующей ссылке. Optimizing TeamCenter Client Performance Windows. В этих двух документах расписаны некоторые нюансы по настройке вашей сетевой инфраструктуры, по настройке стеков TCP и IP, по настройке различных параметров вашей операционной системы для получения максимальной отдачи от того сетевого оборудования, которое у вас есть. Итак, дальше мы с вами поговорим немножко о том, на что обратить внимание при настройке нашей базы данных. В первую очередь, эти рекомендации будут касаться только опытных администраторов вашей СУБД. И в этом вебинаре мы рассмотрим только лишь те параметры, которые касаются непосредственно СУБД от фирмы Oracle. Итак, что чувствительно и что влияет на производительность TeamCenter, если мы говорим об использовании Oracle как СУБД? Влияет, соответственно, настройка выделения памяти для областей PGA, SGA. Когда вы ставите TeamCenter и используете, соответственно, шаблоны для создания новой СУБД, шаблоны, идущие в TeamCenter. Значения, которые там используются, они также являются такими, так скажем, средненькими. То есть, если вы хотите поставить TeamCenter, поиграться, потестировать, да, тех параметров вам хватит, что называется, за глаза, все будет хорошо. Для разработчиков тем более. Но для промышленной эксплуатации, конечно, необходима некоторая настройка. На производительность в конечном итоге также будет влиять дисковая ваша архитектура, ваш дисковый массив, на котором хранятся непосредственно файлы ПГ. Необходимо контролировать все время наличие индексов, которые, соответственно, увеличивают отдачу от нашей ПД в плане поиска информации, выбора и прочего. Периодически необходимо выполнять дефрагментацию табличного индексного пространства. Ну, здесь на звездочке стоит эта процедура, как вы знаете, достаточно пропотливая, долгая по времени, но, что называется, раз в год эту манипуляцию есть смысл выполнять. Соответственно, для повышения производительности есть смысл, если действительно это очень большая нагрузка, это очень большая организация, то создание уже непосредственно кластеров на базе Oracle, да, это, конечно, затратно, но, тем не менее, окупается снижением задержек и повышением, конечно, производительности всей системы существенно в разы. Ну и, безусловно, качество оборудования влияет непосредственно на производительность нашей СУПД. Вот небольшие рекомендации касательно выделения областей памяти PGA и SGA. Ну, это на базе уже непосредственно нашего опыта, что где-то порядка 80% вашей оперативной памяти необходимо полностью выделять под Oracle. Соответственно, под кэш нашей СУПД мы выделяем порядка 80% от нашего Memory Max Target. И очень существенное влияние оказывает выделение области памяти PGA. Здесь мы исходим из такой формулы 10 МБ на пользователя. То есть, если у вас 10 пользователей, то это 100 МБ для области PGA Aggregate Target. Здесь, соответственно, больше, то суммарно объем, выделяемый под PGA, у нас должен расти. Как раз-таки область памяти PGA очень критична для нашей производительности. Если у вас стоит Oracle и создана база с настройками по умолчанию, и вы пытаетесь работать с большим количеством пользователей, то очевидно, что той памяти, которая была заложена в ходе инсталляции, ее просто не будет хватать. И на наших глазах были случаи, когда стоит хорошее железо, когда стоит хороший север, порядка 64 ГБ оперативной памяти. А Oracle от всего этого объема откушивает порядка 4 ГБ. Соответственно, конечно, во-первых, у нас просто железо простаивает, и, так скажем, работа становится некомфортной. Теперь касательно дисковых массивов. Ни в коем случае не используйте RAID 5 уровня. Он, конечно, для средств архивации очень хорош, все прекрасно, но у него ужасная производительность. Соответственно, не используйте 5-ый RAID ни при каких условиях для размещения файлов в ПД. Ну, RAID 1 уровня, все хорошо, но, конечно, это дорого. Оптимально, это все-таки RAID 10 уровня, это оптимум и по цене, и по производительности. Если у вас есть возможность использовать SSD диски, то это неплохая идея для размещения лог-файлов в ПД, но пока еще не для непосредственно, так скажем, наших боевых данных. По понятным причинам, да, все-таки есть некоторые проблемы у SSD дисков с надежностью, да, что там с наработкой времени на отказ и прочее, но для лог-файлов это отлично. Какая, так скажем, практика наших западных коллег? На RAID 10 уровня мы размещаем индексы и табличное наше пространство, на RAID 5 уровня мы размещаем наши контрольные файлы и файлы отката, возврата. Поэтому, ну, вы можете просто исходить из таких рекомендаций. Но еще раз говорю, ни в коем случае не RAID 5 уровня. Дальше. Когда вы работаете с кинг-центром, и, так скажем, достаточно интенсивно, крайне желательно периодически, там, может быть, раз в неделю, два раза в неделю, запускать утилиту индекс-верифай, родующую с кинг-центром. Утилита диагностирует отсутствующие куксы в базе данных и позволяет эти недостающие индексы создать. Теперь самый главный нюанс. Индекс-верифай создает индексы только для стандартных типов кинг-центра, то есть для тех типов, которые будут с ним в комплекте, для кинг-центра фондейшн и каких-то еще там специализированных модулей. То есть если у вас стоит постелизация, она у вас точно стоит, то индекс-верифай ничего не знает о ваших собственных каких-то классах, которые у вас есть в модели данных, соответственно, индексы для этих классов не создаются. Для добавления индексов для кастомных типов у нас есть утилита installs, работающая в данном случае с кульчиком, это индекс. Подробности, как это выполняется, соответственно, смотрим в гайде, идущем с кинг-центром, утилиты с референс. А теперь, что можно улучшить в плане сетевых настроек в случае использования Oracle. Мы на сторону сервера, в конфигурационный файл SQL.net.ora, добавляем следующий параметр TCP, точка NowDelay равно Yes, и увеличиваем совместно буферы единиц данных, так называемые SDU. Также в SQL.net.ora, но на стороне сервера и клиента, ну клиент в данном случае это директория TC Data, мы добавляем в следующую строчку Default SDU Size и задаем значение 32667. Эти такие рекомендации идут уже от наших западных коллег, которые занимались оптимизацией и орокловой составляющей в контексте центра и имеют большой богатый опыт вообще работы с различными СУБД. С базой данных, если кратко резюме, вы должны обратить внимание на память, в первую очередь на память, на дисковый массив, на котором размещены файлы вашей СУБД, ни в коем случае пятый рейд, и есть смысл поработать с сетевыми настройками, особенно с параметром SDU для увеличения производительности ТИМ-центра, в частности при работе с большими бомбами. Теперь что касается настройки файловой системы ТИМ-центра. Вот сюда у нас относятся и серверная часть, и клиентская часть, FSC и FCC. Соответственно, что у нас влияет на производительность файловой системы? Очевидно, что это достаточно такое, так скажем, если говорить с точки зрения сетевой инфраструктуры, высоконагруженное звено, здесь у нас происходит непосредственно перекачка файлов, разных по объему файлов, а учитывая, что если у нас идет многопользовательская работа, то это такая достаточно высоконагруженная составляющая. И, соответственно, на производительность файловой системы будет влиять производительность вашей сети. Если сеть работает со сбоями, если она нагружена непонятно каким трафиком, банально по сети ползают различные червяки, народ что-то тянет с торрентов и прочего, то говорить о производительности файловой системы ТИМ-центра не приходится. Здесь необходимо наладить некоторый порядок, какой-то аудит делать. Соответственно, производительность дисковой системы также оказывает существенное влияние. Про производительность оборудования, думаю, понятно, что файловые сервера ТИМ-центра должны обладать достаточной производительностью с точки зрения процессоров, достаточным объемом оперативной памяти, для того чтобы процессор будет влиять на скорость обработки сетевого трафика. То есть мы можем использовать хорошие, классные, дорогие сетевые контроллеры, но если наши процессоры будут достаточно слабенькие, то мы не получим той ожидаемой отдачи, которую хотели бы видеть. Ну и, соответственно, на скорость, на производительность, наобильность работы файловой подсистемы будет влиять, в первую очередь, архитектура. Настройки файловой службы со стороны сервера ФСЦ, настройки файловой службы со стороны клиента FCC, и, как ни странно, антивирусное ПО, работающее на клиентских рабочих местах, на рабочих станциях ваших транспортеров, технологов, у всех тех, кто использует этот центр. Итак, узким горлышком будет у нас что? Неправильная топология построения нашей сети и размещения файловых серверов. То есть это тот случай, когда клиент, вместо того, чтобы по короткому пути обратиться в соседний кабинет, в соседнее помещение, где стоят файловые хранилища кем-центра, делает большой длинный крюк от коммутатора к коммутатору и только потом добирается до файловых хранилищ. Если для одного человека может быть не критично, то когда работает целая группа людей, это также оказывает влияние. Использование режимов работы файловой службы по умолчанию. Обычно у нас как идет инсталляция, то, что я наблюдал лично со стороны. Next, 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 next. О, отлично, все завелось, все работает. Да, это будет работать, но когда у вас станет большое количество пользователей, объемы данных возрастут, то это, конечно, будет не совсем хорошо с точки зрения производительности и отдачи системам. Очень часто не прописывают те подсети, конфигурационные файлы FCC, подсети для тех IP-адресов, с которых будут обращаться наши клиенты к файлам, хранящимся файловых хранилищ. Прошу прощения за тавтологию. Дисковая подсистема. Очевидно, мы либо не используем RAID, что нехорошо, как в плане скорости, так и в плане надежности, или используем RAID, но пятый. Вот пятый RAID для файловых хранилищ также крайне нежелательно использовать. Это хороший массив, он надежный массив, но он не высокоскоростной массив, поэтому старайтесь избегать пятого RAID. И в случае, если организация очень большая, большое количество данных в виде файлов, перекачивающихся со стороны сервера на клиента и обратно, то крайне желательно использовать какие-то балансировщики нагрузки, либо аппаратные, либо программные. Зачастую это не используется, соответственно, вся нагрузка бросается на один единственный файловый сервер кем-центра, и, в общем-то, говорится, поливар двоих не повезет. И зачастую также возникает проблема, люди не используют отдельные пеширующие RCC сервера. Если говорить об оптимизации сети в контексте файловой службы кем-центра, большая такая тема, она расписана в нашем Network Performance Guide. Network Performance Gaming, прошу прощения, конкретно разделы FMS. Там вы можете посмотреть тонкие вещи, связанные с настройкой файловой службы кем-центра. Например, сжатие передаваемых файлов, количество пайпов, ну или, грубо говоря, потоков, которые будут использоваться при передаче сегментов файла между кем-центровскими серверами, если мы говорим о мультисайте, и между файлами хранилища кем-центра и клиентами. То есть есть, что почерпнуть, есть, что посмотреть. Еще раз говорю, вы можете скачать это с нашего сайта JTAC, или же написать, например, напрямую письмо мне, я выложу эту документацию, я выложу эти гайды. Если у большинства наших слушателей сейчас есть проблемы с доступом к JTAC, то, в принципе, давайте можем сделать так, я наберу достаточное количество писем с просьбой получить этот гайд, и выложу его, и разошлю ссылку всем тем, кто заинтересуется. Вы же можете сами скачать его непосредственно с нашего технического портала. Итак, если говорить о параметрах, которые влияют на производительность, если у нас стабильность его работы, то это будет порядка 40 различных параметров, которые мы можем с вами использовать при настройке, при оптимизации работы файлов под систему. Все мы не рассмотрим, очевидно. Что смотреть? Раздел File Management System в документации кем-центра, это System Administration Guide. Расписано очень неплохо, подробно, с различными примерами. И для настройки таких тонких параметров, как сегментация файлов, выделение памяти под эти сегменты и прочее, у нас есть специальный калькулятор, называется FMS Cache Sizing. Он также находится на нашем сайте JTAG в разделе уже загрузки, там, где вы скачиваете дистрибутивы кем-центра, обновления кем-центра. Непосредственно по этим ссылкам вы можете получить и документацию касательно настройки механизмов сегментации файлов передачи этих сегментов между звеньями нашей сети и калькулятором, который позволит нам, который позволит вам, так скажем, почти автоматическом режиме, подобрать оптимальные настройки по работе с файлами на стороне файловослужбекица. Какая зачастую бывает проблема? Люди используют вот такую файловую архитектуру, которую вы видите сейчас на экране. У нас есть с вами один файловый сервер, который там обслуживает какое-то количество томов, и к этому файловому серверу, к этой файловой службе кем-центру у нас подключено произвольное количество пользователей, на стороне которых уже непосредственно размещен клиентский файловый кэшик. Эта архитектура, она хороша, но она хороша для небольших организаций. Она хороша в случае, если у нас не очень интенсивный по частоте и не очень громоздкий по объему вот этот вот сетевой файловый трафик. Для больших организаций или же организаций, где трафик файловый очень велик или интенсивен, эта архитектура, ну так скажем, не совсем удачная, но ее используют, потому что она идет, как говорится, как дефолтная архитектура по умолчанию, опять-таки, next-next, и все готово. Чуть дальше я скажу, что можно в этом случае тоже оптимизировать, что повлияет суммарно на нашу производительность в лучшую сторону. Ну и, в частности, чуть дальше я вам расскажу о других возможностях вариантов этой архитектуры. Итак, с чего можно начать? По умолчанию, если вы ставите TeamCenter по дефолту, next-next-next-next-next, то размер файлового кэша, клиентского файлового кэша, так как-таки, того участка, где происходит кэширование загружаемых файлов из TeamCentra, то есть, мы будем говорить все-таки о конструкторских технологических делах, стоят наши детали сборки. Кэширование происходит на каждой клиентской машине индивидуально. По умолчанию этот кэш имеет размер в 1 гигабайт, то есть, 1000 гигабайт. Соответственно, когда пользователь работает с большими сборками, периодически что-то открывает и прочее, у него вот есть этот бассейн, у него есть этот бассейн в размере 1 гигабайта, внутри которого хранятся наши сборки. Соответственно, если я как конструктор открыл первую сборку 500 мегабайт, вторую сборку 500 мегабайт, третью сборку 600 мегабайт, то кэш имеет ограничение в 1 мегабайт, предыдущие сборки, предыдущие кэшированные данные, соответственно, сатираются. И нам необходимо с вами опять обращаться к файловому серверу TeamCentra и по нашей сети выкачивать необходимые файлы к нам в кэш. Соответственно, хорошая идея будет увеличить размер этого кэша. Вы должны на стороне файловой службы TeamCentra в конфигурационном файле FMS Master, ну и там уже непосредственно идут те идентификаторы, которые связаны с вашей TeamCentra установкой, отредактировать следующие параметры FCC MaxReadCacheSize и FCC MaxReadCacheSize. Там стоит сейчас по умолчанию, я думаю, большинство 1000 мегабайт. Ну, 1 гигабайт, 1000 мегабайт. Соответственно, прикиньте, сколько в среднем занимают по размеру ваши сборки. Это первый вариант, от которого можно оттолкнуться при задании этих значений. Другой вариант – дать столько места, сколько не жалко. Если у пользователя на дисках, на его рабочей станции есть достаточное место, там 10-20 гигабайт, вы можете спокойно этот размер увеличить, например, до 15 гигабайт. Для того, чтобы пользователь при работе со сборками, при работе с большими сборками, меньше обращался к файловому серверу TeamCentra, сокращал нагрузку на сетевую инфраструктуру, на файловые хранилища TeamCentra, и открывал уже файлы непосредственно локально своей машины. Не надо переживать, что данные там могут устареть, или мы работаем со устаревшими данными. Такого не может произойти. При открытии файлов TeamCentra сначала опрашивает непосредственно уже сервер на предметы. Вот эти файлы, которые наш пользователь открывает, они изменены или нет? И в случае, если те файлы, к которым сейчас пользователь обращается, какие-то, например, детали, входящие в сборку, они были изменены, то только эти файлы подтянутся в локальный файловый пэж пользователя. Не весь массив сборки, а только измененные файлы. Соответственно, это достаточно легкая и не ресурсоемкая задача. Соответственно, фактически сборка будет открываться с локального диска пользователя, с учетом каких-то изменений, которые произошли за какой-то промежуток времени. После того, как вы отредактируете эти параметры, вам на стороне TeamCentra сквассирования необходимо будет выполнять эту команду, которая представлена ниже, в соц.админ.бат, и перезагрузить наши конфигурационные файлы на стороне клиентов. Когда вы разворачиваете TeamCentra и разворачиваете клиентские места, по умолчанию стоит режим, что настройки файловых клиентских кэшей на рабочих станциях пользователей, параметры работы этих компонентов будут считываться как раз-таки с сервера. Будут считываться как раз-таки с сервера и с конфигурационного файла FMS Master. Тем не менее, каждая рабочая станция, где установлен полный клиент TeamCentra, имеет еще и свой локальный конфигурационный файл FSC.xml, в котором вы также можете в индивидуальном порядке переопределить эти параметры FSC Max Read Cache Size и FSC Max Write Cache Size. В данном случае представлен пример, как можно централизованно на всех машинах увеличить размер кэша локального, необходимого увеличения. Соответственно, архитектур по разворачиванию файловой службы TeamCentra более чем достаточно. Это лишь то, что у меня было под рукой. Это взято, соответственно, из гайда официальной документации. Их там, я думаю, также еще один такой листик с таким же количеством различных вариаций. Что есть смысл попробовать использовать? Вывести отдельный кэширующий файловый сервер. Причем этот кэширующий файловый сервер неплохо построить с использованием SSD-дисков достаточного объема. Сейчас, слава богу, они дешевеют. Уже и терабайтные, по-моему, появились SSD-диски. В принципе, я думаю, что в какое-то время они еще сильнее подешевеют. Действительно, можно будет их использовать в полный рост. Ну, или же использовать что-то на быстрых рейдовских массивах. Соответственно, эта архитектура чем удобна? Мы снижаем количество запросов к нашим непосредственно файловым хранилищам. Наш кэширующий файловый сервер будет, что называется, скапливать в себе весь тот необходимый объем информации, с которой работают наши клиенты. Соответственно, мы можем использовать такую архитектуру еще и с некоторой долей автоматизации, когда, например, по ночам, по определенному расписанию наш кэширующий файловый сервер будет уже наполняться обновленной информацией из наших файловых хранилищ. То есть появились какие-то новые сборки, появились какие-то просто новые файлы, и за ночь эти данные перекочевываются из файловых хранилищ в наш кэширующий файловый сервер. Соответственно, мы к нему дальше уже обращаемся со стороны клиентов, где данные также кэшируются уже в локальных файловых кэшах клиентов. То есть, чтобы вы понимали, наша основная задача сделать так, чтобы как можно меньше мы гоняли файлы по нашей сети. Соответственно, по возможности мы кэшируем их где только можно, для того, чтобы сократить это время отриц. И вы должны также стараться идти по этому пути. Соответственно, тогда работая с большими сборками, со всем прочим становится более комфортно. Это мы многие замечали. Даже вот в дефолтной архитектуре Тимп-центра, в этой архитектуре по умолчанию. Вы открываете большую сборку, и Тимп-центра открывается сначала долго, потому что она кэшируется. Но затем, если вы эту сборку открываете повторно, она открывается уже почти молниеносно, с той скоростью, которую вам может предоставить ваша графическая станция. И вот наша задача, чтобы у вас эти сборки, те файлы, с которыми вы работаете, открывались как можно более быстрее. И для случая, если у нас есть какой-то удаленный офис, например, головное предприятие в городе, какой-нибудь филиал в пригороде, или же наоборот, непринципиален, то здесь есть смысл использовать уже два кэширующих сервера. Один кэширующий сервер на стороне, например, головного предприятия, а другой кэширующий сервер уже непосредственно в филиале. И также, используя механизмы фонового наполнения наших кэшей, можно по расписанию перекачивать файлы из кэша, например, головного предприятия уже по интернету непосредственно в кэш нашей какой-то удаленной площадки. Соответственно, пользователи, которые там из пригорода, работающие в пригороде, будут обращаться к темцентру, то запросы к самой СУБД, они маленькие, короткие, они проходят быстро, а запросы уже непосредственно к файлам на их открытие будут черпаться из локального кэш-буфера уже удаленной нашей площадки. Но если темцентр увидит, что за какой-то промежуток времени данные, имеется в виду файлы в данном случае, были изменены на стороне головного предприятия, тогда да, и именно эти файлы, измененные файлы, они заново закэшируются на удаленной нашей площадке, и пользователь их уже откроет, заберет. Это будет касаться всех остальных пользователей, которые хотят работать с этим файлом. Плюс при перекачке файлов через интернет, файловые службы TeamCenter позволяют использовать механизмы по сжатию трафика, по настройке количества использования потоков, так называемых пайпов, для того, чтобы максимально использовать пропускную способность канала. В довесок, используя такие механизмы, связанные с повышением производительности файлов от кэширующего сервера к кэширующему серверу, в связке с фоновой передачей новых каких-то обновленных файлов, например, по ночам между этими кэширующими серверами, в общем-то, поднимут существенно в разы и производительность вашей работы, и, в общем-то, комфорт для ваших сотрудников. А теперь смотрите, антивирусное ПО. Без него никуда, но и с ним не всегда все бывает гладко. Я вижу ваши вопросы, я чуть позже отвечу, я просто не хочу сейчас смекаться, извините. Смотрите, антивирусное ПО, оно, как правило, работает, у нас называется фоном на липу, соответственно, начинает проверять все те обращения к нашим дискам, все обращения к файлам и прочее, прочее. Это сжирает наше время и доставляет некоторые неудобства. Соответственно, первым делом, что нужно сделать? Директорию FTC кэш на клиентском рабочем месте и ее поддиректорию, ее содержимое. Добавить в список игнорируемых вашим антивирусом. И в первую очередь добавим следующее расширение файлов. Треретить GTI, FEMO, HSH и MFSEC в список игнорируемых вашим антивирусом. Когда вы это сделаете, вы заметите разницу, особенно при работе с большими сборками. Вы увидите, что используемый вами антивирус уже теперь не набрасывается на открываемую вам сборку. И, в общем-то, это существенно сказывается на производительности и на скорости работы. То же самое и касается файрволов. Те порты, которые использует Teamcenter, также есть смысл поставить список игнорируемых, чтобы не тратить время на проверку трафика предыдущего Teamcenter. Теперь касательно организации томов нашей файловой системы. По умолчанию, когда вы разворачиваете Teamcenter, создается один единственный том, Volume 1. Этот том, в общем-то, изначально ориентирован, так скажем, на разработчиков, опять-таки, на какие-то тесты. Ну и плюс он должен быть. Соответственно, не надо его использовать. Ну как, вы его можете использовать, но не рекомендуется. Создайте свои необходимые тома, разместите эти тома на быстрых рейдовских массивах. Хороший вариант – это 10-ый рейд. Опять-таки, ни в коем случае. 5-ый рейд – никогда. Можете использовать, если есть возможность, высокопроизводительные, профессиональные решения для хранения файлов какие-то там нации или страны, средименные высокопроизводительные шины непосредственно с файлом сервера Teamcenter. И есть смысл использовать механизм, описанный в гайде Volume Management Guide, который что позволяет нам организовать? Центр может анализировать, как часто пользователи обращаются к тому или иному файлу. Ну вот, естественно, какой-то там, я не знаю, это сборка, которые обращались последний раз, там, год назад. Так вот, Teamcenter позволяет те файлы, которым обращались нечасто, или которым обращались крайне давно, автоматически перемещать с одного тома на другой том. То есть у вас может быть, так скажем, горячий том на первом рейде или на десятом рейде, дорогой, высокоскоростной, прекрасный. Но может случиться такое, но рано или поздно случится, что этот пункт будет забит, в частности, и теми файлами, к которым обращаются раз к угоду. Как раз таки вот эта технология, этот механизм управления томами позволяет те файлы, которые редко востребованы, переместить их на более медленное хранилище. В свою очередь, когда Teamcenter выявит, что к этим файлам стали обращаться чаще, ну, это все, соответственно, настраивается, вновь ставшие файлы популярные перемещены на более высокоскоростной том. Это делает автомат Infony. То есть посмотрите на эту сторону. Это достаточно удобно. Вы можете разгрузить ваши файловые хранилища, быстрые файловые хранилища, в угоду тому, что какие-то файлы непопулярные, так скажем, уходят на менее производительную систему. Итак, если говорить сейчас по-быстрому о файловой службе, что можно улучшить? В первую очередь, увеличить размеры локальных кэшей. С 1000 мегабайт, но, как минимум, например, до 9000 мегабайт, до 9 гигабайт или выше. То есть здесь нет ограничения по верхнему потолку. Можно больше, но ниже не желательно, особенно еще раз для тех, кто работает с большими сборками. Антивирусное ПО. Настраивайте, чтобы файловый кэш, пьянский кэш-тинг-центр, игнорировался вашим антивирусом. И также те файлы, которые, например, используются, например, PRT, JT, CM и прочее. Улучшить параметры железа, но очевидно, где развернута файловая служба кэш-центра. Память, тактовая частота процессора. Если железо позволяет, то объедините несколько сетевых карт в транк, для того, чтобы повысить суммарную производительность ваших сетевых адаптеров при перекачке большого количества памяти. Прочнее, большого количества файлов заговорить. И, соответственно, подумайте о том, что есть мысль ввести отдельный крышевый сервер. И если будет такая финансовая возможность, то это, конечно, в идеале на СССР-дисках. Вы заметите сразу, конечно, прирост по производительности и времени. Окей, едем дальше. Оптимизация серверов бизнес-логики. Что здесь можно сделать? Ну, очевидно, это один из самых высоконагруженных компонентов кимцентров. Собственно говоря, здесь у нас находится кимцентровский мозг. Это тот компонент, который трансформирует ваши действия, выполняемые в клиенте, в запросы, SQL-ские запросы, отсылаемые в базу данных, ожидающие ответа базы данных и преобразующие уже этот ответ в то, что вы видите непосредственно у себя на экране. Соответственно, производительность этого сегмента, стабильность его работы является крайне важным. На что? Ну, что оптимизировать на уровне бизнес-логики? Ну, очень ключевым моментом здесь является оперативная память. И тактовая частота процессора. То есть здесь не идет речь там о производительности жестких дисков и прочего. Здесь речь идет именно о память процессора и сетевая инфраструктура, до сетевого адапта. Крайне желательно переходить на 64-битную архитектуру. У вас может стоять отличный, мощный сервер, на котором развивается бизнес-логика тип-центра, но если вы используете 6-битную редакцию, то эта бизнес-логика может использовать только 4 гигабайта памяти, что не есть куда-то. Вы должны периодически мониторить, как потребляется оперативная память экземплярами вашей бизнес-логики непосредственно, как называется, DC-сервера, XE. Я думаю, люди, работающие с инфраструктуром, знают, только понимают, о чем я говорю. Соответственно, с чего начать? Контроль оперативной памяти – это разум. И четко понимать, что когда мы доходим пика производительности нашего железа, когда мы уже не можем увеличивать обмен оперативной памяти, потому что называется, мы можем улучшить производительность со стороны процессоров, нам надо будет вводить еще дополнительные сервера бизнес-логики, что называется, выстраивать кластер. И такие у нас случаи были, когда один из наших больших крупных заказчиков с большим количеством пользователей, он просто упирался в существующий сервер и требуется дополнительно вводить новые сервера, которые позволят обрабатывать, обслуживать новую производительность. И есть смысл задать, так называемое, настроить количество теплых экземпляров нашей бизнес-логики и задать максимальное количество возможных экземпляров в бизнес-логике киносервера. Сейчас об этих двух вещах мы с вами поговорим. Максимальное количество экземпляров бизнес-логики описывается параметром процесса МАКС. Оно по умолчанию равно 30. То есть это говорит о том, что не больше 30 пользователей может обслуживаться одним темцентрическим сервером, сервером бизнес-логики. Соответственно, мы должны этот параметр увеличить. Но увеличить не просто произвольно там вместо 30 поставить 3000, а исходя из следующей формулы. Общее количество оперативной памяти, ну, за небольшим минусом, понятно, что там потребности операционной системы и прочее, поделенное на тот объем оперативной памяти, который использует один экземпляр ТЦ-сервера. Когда вы запускаете сервер бизнес-логикой, ну, автоматически запускается, дай бог памяти, три или пять экземпляров бизнес-логики, три или пять ТЦ-серверов XZ, по умолчанию где-то памяти откидается порядка 100 мегабайт. Это вот сейчас я делаю нефонсель, снимок с настоянием концентра 10.1. Где-то порядка 100 мегабайт. Соответственно, когда я начинаю работать, например, работаю с БОМом, вот здесь, например, есть у меня памяти было израсходовано 444, ну, плюс полгигабайта, после того, как я раскрыл БОМ, состоящий из 12 тысяч строк. Не маленький, да? Но, тем не менее, то есть 500 мегабайт у меня, оп, и было израсходовано. Соответственно, если бы у меня к моему этому серверу было подключено там 10 человек, да, которые каждый бы из них раскрыл БОМ в 12 тысяч строк, то 10 на 500, 5 гигабайт памяти было бы израсходовано. Соответственно, при задании максимального количества экземпляров бизнес-логики, вы должны понаблюдать в периоды пиковой нагрузки, там, сдачи, там, документации и прочее, но у каждого, да, что называется, свой аврал. Понаблюдать, как расходуется память экземпляра метацессора и уже после этого, прикинув, что называется, рассчитать это значение просто в макс, сколько максимально мы здесь можем обслуживать пользователя. Если говорить о кластере, то этот параметр влияет на что? У нас есть два физических сервера, на которых развернута бизнес-логика. Как только на первом сервере доходит значение максимальных экземпляров ТЦ-сервера, максимальное количество экземпляров бизнес-логики до потолка, пользователи перебрасывают на другой сервер свободу от загрузки. Теперь смотрите, касательно так называемых теплых экземпляров бизнес-логики, что это такое? Когда мы с вами запускаем сервер с бизнес-логикой пациента, автоматически запускается некоторое количество процессов ТЦ-сервера.кз, некоторое количество этих экземпляров нашей бизнес-логики. Соответственно, наши это оказывают влияние. Ну, допустим, представьте такую ситуацию. В 8 утра пользователи приходят, начинают авторизовываться в пациентре. Как осуществляется этот механизм? Пользователь вводит свой логин и пароль. Он, соответственно, переправляется на сторону бизнес-логики, на сторону пул-менеджера, прошу прощения, который управляет, да, раздачей наших ТЦ-серверов. Тот, что смотрит, он смотрит, есть ли у нас сейчас запущенный какой-то ТЦ-сервер.exe, который не ассоциирован ни с каким пользователем. Если такое имеется, этот свободный ТЦ-сервер.exe будет ассоциирован с тем пользователем, который хочет войти в Teamcenter. Соответственно, если у нас это значение стоит по умолчанию, по-моему, это 5 все-таки, могу, честно говоря, ошибаться, 5 теплых ТЦ-серверов с утра, заходит 50 пользователей, начинают авторизовываться, первые 5 пользователей, первые 5 пользователей заходят волнееносно, остальные будут находиться в некотором ожидании, пока пул-менеджер Teamcenter, менеджер Северова, бизнес-логики, запустит новые экземпляры и отдаст их пользователям. Соответственно, играя с параметром процесс-таргет, мы можем с вами задать, какое количество тепленьких, так скажем, экземпляров бизнес-логики у нас уже будет запущено. Формат там очень простой. Например, 07-003, 07-003, запитая 17-002. Это говорит о том, что с 7 утра по 5 вечера у нас будет всегда иметься 3 теплых сервера. Мы можем, соответственно, здесь пойти следующим образом. 07-0050, там 12, еще сколько-то добавить, 0-0 и прочее, прочее, так поднимать, а потом, например, на 6 или на 7 вечера задать там уже маленькое, небольшое значение, например, 5-10, для того, чтобы освободилась память, ну и меньше потреблялась процессора на время и прочее, прочее. Соответственно, количество теплых серверов есть смысл задавать как пропорцию 1 третья от суммарного количества возможных экземпляров к ЦС-серверу. 1 третья от процесса акции. Тоже достаточное количество параметров, отвечающих за режимы работы бизнес-логики, центра порядка более чем 20. Я так насчитал, мог немножко ошибиться в сторону минуса, что-то пропустить. Используем System Administration Guide, раздел сервера на лучшем. Большое количество информации, есть на что посмотреть и что взять, что называется, как ищут для размышления. Периодически контролируйте состояние вашей бизнес-логики. Если вы используете технологию J2E, то для того, чтобы обратиться к консоли менеджера серверов бизнес-логики, следующий адрес, имя сервера, имя сервера бизнес-логики и порт 8082. Если вы используете архитектуру на базе технологии .NET, то, соответственно, такой адрес, который представлен сейчас на нашем слайде. Вы можете посмотреть оперативную информацию и получить, какое количество процесс серверов находится в активной работе, какие простаивают, какие являются уже мертвыми, сеть не порвалось и прочее. Теперь идем дальше. Что касается серверов приложений. Здесь тоже все достаточно просто. Мы должны оптимизировать количество, используя оперативной памяти, использование CPU, сетевую инфраструктуру. Также стоит на нее обратить внимание, использование балансировщиков нагрузки для распределения загрузки между различными нашими серверами приложений и использование соответственно пулов, которые позволят нам раскидать нагрузку между различными серверами более гибко. Соответственно, вы можете использовать технологии либо J2E, либо на Детнете. Если мы говорим о J2E, то, соответственно, чуть сложнее в настройке, но гораздо больше возможностей по оптимизации. Если мы используем Детнете, то все достаточно просто в установке, но и чуть меньше параметров, чуть меньше режимов, которые позволят произвести тонкую настройку сервера приложений. Итак, из чего мы исходим? Нам необходимо несколько многоядерных процессоров для того, чтобы поддерживать большое количество коротких соединений, которые идут от сервера приложений к серверу бизнес-логики. Как минимум 8 гигабайт оперативной памяти для обслуживания членов теста пользователей. Это такое среднее значение. Соответственно, скорость между обменом между сервером приложений и сервером бизнес-логики минимум 1 гигабит. Желательно использовать опять-таки эти сетевые транки. И, соответственно, два сетевых адаптера на сервере приложений. Один сетевой адаптер должен смотреть в сторону клиентских работников вместо другой сетевой адаптер должен смотреть в сторону сервера бизнес-логики. Соответственно, эти два сетевых адаптера могут быть по факту состоятельно в короте сетевых карт, вы понимаете, о чем я говорю, объединенных транков. И теперь такой момент, его многие игнорируют, но тем не менее, не используют предлагаемые порты 80 и 80 и 80 для работы, для настройки сервера приложений TeamCentra. Эти порты надлежат вебовскому трафику, трафику TeamCentra. То есть забывайте про 80 и 80 и 80 для серверов приложений TeamCentra. Если не хватает производительности одного сервера, соответственно, надо рассмотреть в сторону распараллеливания с серверами. Итак, в данном случае я скажу, что можно на быструю руку улучшить в сервере приложений на базе J-Bot. К слову говоря, эта рекомендация с, как говорится, поправкой на ветер может подойти и для остальных серверов приложений, построенных на базе технологий J2E, например, для TopCAD или для WebLogic. Самое главное значение это потребляемая память. Если мы говорим о J-Bot 7.1, которая сертифицирована для TeamCentra 10.1 и, бог памяти, 9.1, то по умолчанию J-Bot у нас отпущен максимально 12 МБ, что, конечно, очень мало. Подробности по настройке J-Bot представлены в гайдах, соответственно, J-Bot Installation и TuneIn Guide. Здесь я представил две ссылки. Одна для описания оптимизации и инсталляции J-Bot 7.1, другая для J-Bot 5.0. Также на нашем J-Tack в разделе документации это есть. Теперь смотрите, что быстро можно настроить. Память, которую потребляет J-Bot описывается в конфигурационном файле standalone.conf.bat. Параметр, описывающий потребляемую память начинается на сет Java опции. И, соответственно, включаем XMX, 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 XMX. И следующее предлагаемое вам значение. Для средней и низкой загрузки это порядка 2 гигабайт. мы отдаем на J-Bot при высокой нагрузке как минимум 4 гигабайта. Соответственно, мы говорим сейчас о 64-битных решениях. Соответственно, если нагрузка очень высока, мы можем играться в сторону увеличения памяти, которую потребляет J-Bot. здесь уже, как говорится, вещь такая, идет опытным путем. То есть, где-то мы можем набить чушку, память очень много дали и прочее. Все должно быть к этому морально готово. Но так или иначе, значение, которое в J-Bot есть по умолчанию, но крайне неоптимальное, вы должны пересмотреть его в сторону увеличения. И теперь в завершение, что можно оптимизировать в полном клиентическом центре или в Рич-клиенте. Ну, очевидно, это опять-таки, какое количество оперативной памяти Рич-клиент может использовать в своей работе. Также мы можем с вами рассмотреть вариант предварительной загрузки библиотек полного клиента, настройки сетевых компонентов уже со стороны клиентской операционной системы и режима работы антивируса. Если говорить о памяти, это то, с чего есть смысл начать движение, что называется, после вебинара, вы заметите сразу разницу. Для темп-центра 9.1 потребляемая оперативная память описана в темп-центре и нет. По умолчанию это всего лишь 512 габайт. Поверьте, это достаточно мало. То есть для того, чтобы вы получили 12 тысяч строк, этого объема вам не хватит. Что улучшать? Ну и не только мы улучшаем, увеличиваем количество оперативной памяти, которую клиент может использовать, мы еще и, что называется, используем различные параметры, нацеленные на оптимизацию работы виртуальной машины Ява, в частности, более эффективный механизм сборки мусора, оставленного после выполнения кода за собой и прочее. Смотрите, для 2 гигабайт оперативной памяти, собственно говоря, вот вариант представленный конфигурацией темп-центра и нет. Для 4 гигабайт оперативной памяти и выше, вот минимальное значение для нашего, для нашей виртуальной машины Java, которая будет использоваться при работе полного клиента темп-центра, речи клиента темп-центра. 2 гигабайта, в данном случае по умолчанию, я могу сказать, что вчера в ходе экспериментов я себе выставлял память порядка 6 гигабайт и там раскрыть бом, например, в 50-60 тысяч строк уже не остановится проблема. Речи клиент уже, что называется, не может схлопнуться с ошибкой Java Hip Size. То есть смотрите обязательно в эту сторону. Ну и опять-таки смотрите в сторону 64-битных архитектур, потому что если у вас будет архитектура, вы сможете дать больше 4 гигабайт памяти вашей виртуальной машине Java. Теперь, что касается темп-центра 10.1, наши разработчики чуть-чуть пересмотрели, честно говоря, мне на Комерде не очень нравится, но имеем, что имеем. Параметры запуска речи клиента теперь описываются непосредственно в скрипте портал BAT, который вам всем известен. По умолчанию он имеет вид следующий. И для 64-битной редакции темп-центра память по умолчанию предлагает изначально используется 1 гигабайт. Это уже лучше, чем 512, но есть к чему стремиться. Здесь на слайде показал, как улучшить режимы работы нашей виртуальной машины. Все, что мы добавляем, я выделил здесь соответственно жидким шрифтом. Прописав эти параметры, прописав эти ключи, вы также повысите производительность работы вашего речи клиента на уже 5-центра 10. Кому потребуется эту презентацию, я или Юра можем высадить в порядке, пишите нам. То же самое касается антивирусного по файловый клиентский кэш, список игнорируемых и его содержимое. Речь клиента желательно в список игнорируемых также добавить на большое количество жаровских библиотек и прочего. В общем, вы также сэкономите чуть-чуть времени. Ну и часто используемые файлы нашим кассу прайм фонда CRT, JT, FAM. Их также есть смысл добавить в список игнорируемых. Теперь смотрите, администраторам TeamCentra есть смысл следующие параметры TC Security Loading, TC Application Loading перевести в режим OFF. Эти параметры на практике используются только для отладки, где TeamCentra протоколирует какие приложения были запущены и прочее. Не сказать, что это сжирает огромный процент времени, но так или иначе, если большое количество пользователей, вы сэкономите немножко времени и ресурсов. И увеличите параметры TC Max Ampers Off. Что это такое? Если пользователь говорит, я хочу раскрыть какой-то блок, произошел какой-то сбой в круговременной сети, всякое бывает, а TeamCentra по умолчению делает 6 попыток и сдается. Мы можем значение увеличить, ну давайте например, до 30 дней, соответственно, шанс, что мы пробьемся, если у нас есть какая-то проблема в сети или с чем-то еще, будет повыше. И теперь такой нюанс это касается в первую очередь наверное наших давнишних заказчиков, опытных заказчиков. те ключи, которые у меня представлены на сером фоне PC, System Log, PC Журнал и прочее. Вы эти режимы используете только в случае сбора отладочной информации. Если какой-то сбой в кем-центре что-то там работает не так, наш G-Tag просит вас выставить эти опции для того, чтобы собрать детальные логи. После того, как вы собрали детальные логи и передали их нам, вы должны отключить эти параметры, потому что они крайне снижают производительность работы системы. Потому что кем-центр записывает каждое свое телодвижение. Ваши лог-файлы, как я это видел своими глазами, могут занимать 3-4 гигабайта. Это что называется вне добра и зла. Поэтому эти режимы только для отладки. Логи собрали, нам передали режимы детального журналирования должны быть отключены. Итак, я заканчиваю свою часть по кем-центру. Читайте документацию и те инструкции, которые зарабатываем и укладываем на житаке. Мы их делаем для вас. Не для себя, а для вас. Ссылки, где вы можете получить информацию на этом слайде. Если у кого-то проблемы с доступом к житаку, пишите, выложим. И как резюме, с чего можно сейчас начать. Поиграться с потреблением оперативной памяти вашими полными клиентами. Это первое. Увеличить размеры файлового кэша, это второе. Это то, что можно делать уже сейчас. А такие вещи уже понятно, что оптимально добавить дополнительные напиширующие файловые серверы кем-центра, оптимизировать хорошую работу ваших сетей и оптимизировать потребление оперативной памяти уроку. Это все необходимо делать. Но если первые два пункта можно сделать администратору средней руки, то оптимизация памяти, которая потребляет урок, можно делать осторожно, аккуратно и опытному ДВА. Итак, на этом моя часть по тип-центру закончена. всем спасибо за внимание. Но мы не расходимся. Сейчас эстапету принимает мой товарищ коллега Данила Фьюра, он вам расскажет, что можно поулучшать в NX для того, чтобы все работало еще лучше, чем есть. Всем спасибо за внимание и микрофон берет. Добрый день. Надеюсь, у нас звук не пропал. У нас здесь в чате вопросов много. Мы сейчас закончим остаток презентации дойдем, а потом уже ответим на вопросы. Собственно, по NX я хочу рассказать, как работают некоторые механизмы в NX, что творится перед капотом. Я когда готовил этот материал, я исходил с того, что у нас будет аудитория, которая использует разные версии NX, но слайды, которые будут показаны, ориентированы в основном на основе версии 8.5. 8.5 она сейчас где-то примерно по середине находится с точки зрения изменений, которые проводятся между 8.9. 8.5 и 9 она достаточно сильно отличаются в плане того, что там под капотом творится. Но 8.5 можно взять как некий средний. Соответственно, у вас может возникать некоторые нюансы отлично от того, что я сейчас расскажу, но я постараюсь все вспомнить и учиминуть. На чем я хочу остановиться? Я хочу сказать, когда и какие факторы влияют на работу пользователя в NX. администратор. не сильно ориентируюсь на матерых администраторов. У меня есть желание больше рассказать пользователям, что они делают и что делает система в ответ на их действие. И, соответственно, попытаться повысить количество людей, которые осознанно работают в системе и знают, что от нее ждать. Как все понимают, магические кнопки, чтобы все было хорошо и быстро, в NX. систем-центре нет. Соответственно, есть куча влияющих факторов, которые определяют, как у вас работает система. Собственно, ну, вот с чего я хочу начать, это с того, как система, как NX грузит, как он получает данные, как он работает с связкой с систем-центром. Вот этот топик, о котором речь, он, конечно, не сильно актуальный для тех, кто работает у нас в систем-центре. Собственно, с точки зрения NX, как выглядит загрузка, когда вы выбрали сборочку в клиенте тем-центра либо через встроенный навигатор NX, кстати, о чем Алексей не упомянул, оказалось, что не многие это знают, но можно запускать NX, который будет работать с тем-центром, но без клиента тем-центра. Когда вам нужно чисто работать в кайде, когда вы хотите сэкономить мэнное количество памяти, 800 гигабайта, гигабайта, то вы можете запускать NX с определенным ключом, который будет напрямую присоединяться к базе и работать. Собственно, когда загружается сборка, то, в принципе, что делает NX, он через как бы стройный клиент, который там на фоне болтается, делает запрос в базу данных, получает информацию о какой-то модельке, после этого через FMS-систему, FMS-это, скажем так, для простого пользователя, это специальная программа, которая крутится на фоне у вас всегда, которая отвечает за передачу файлов. Там, и с TeamCenter к вам на компьютер, и с компьютера на тома TeamCenter. Собственно, в общих чертах единственная задача это переброс файлов с одного места в другой. Собственно говоря, когда грузится сборка, то FMS-систему лезет в TeamCenter, берет оттуда файл, перекачивает к вам на локальную папку и дальше NX забирает файл из локальной папки. То есть, для NX, на самом деле, NX, он даже работая с TeamCentrum, от TeamCentrum все равно работает с локальными данными. И вот эта вся передача, она происходит на фоне. Сам NX, по большей части, от самого механизма загрузки, он не особо знает, откуда пришли данные, что они из TeamCentrum взяли, что они локально лежали. Там происходит так, образно говоря, имитация. И что здесь интересно? Когда у вас происходит первичная загрузка, когда вы первый раз грузите какой-то файл на модель, то все работает именно так. Пошел запрос, получили файлик, положили в папочку и загрузили в сессию. Когда у вас файл загружается повторно, то логика немножко другая. То есть, клиент, он спрашивает TeamCentrum, поменялась ли модель. Банально, была ли изменена модель в момент последней загрузки его на этом компьютере. Если она была изменена, то тогда мы идем по цитатному циклу. Опять запрашиваем модель, получаем ее в локальную папку и загружаем в сессию. Если она не была изменена, то тогда мы просто берем из локальной папки и загружаем в сессию. Мы избегаем полного цикла опять перекачки одних и тех же данных, которые у нас уже вроде как бы есть. Здесь еще стоит упомянуть один ревант, что очень много встречалось в предприятиях, что когда центр клиента зависает, памяти не хватает, то очень часто любят залазить в папочку локальных настроек и удалять MCC-Cash. Это как раз та самая папка, где лежат те файлы, которые грузят к себе в NX. Каждый раз, когда удаляете папочку MCC-Cash, вы обратно говорите, что все, все модели опять нагружу заново и все, что у вас в предыдущие дни недели накапливалось в этой папке, даже если оно актуально, оно все затирается и, собственно, после каждой зачистки CCC-Cash у вас время загрузки всегда увеличивается. Соответственно, в принципе, здесь надо, так скажем, с умом подходить. Если у вас нет никаких признаков того, что при загрузке и сборке возникают проблемы, что выяснили неустаревшие данные, то, скорее всего, папочку CCC-Cash лучше у пользователя не трогать, пусть она будет наполнена. Если посмотреть всю эту цепочку, то реально на загрузку, на скорость влияет, образно говоря, где-то 4 фактора. На самом деле влияет 5 факторов, но 1 фактор это то, что до этого рассказывал Алексей, это скорость работы базы, скорость работы логики и всего остального. 4 фактора, которые такие более приземленные. В частности, первое, скорость передачи данных по сети. В принципе, достаточно очевидна, чем более шострой сеткой, тем быстрее у вас там прокачаются вот эти файлы. Но еще есть тот нюанс, который многие так на скидку не сразу понимают. Скорость передачи, она вот даже при хорошей сетке, она не всегда достаточна, когда у вас много пользователей грузит сборки в одно и то же время. Это очень характерно для предприятий, которые вот они начали разрабатывать какое-то изделие и тут как на заводах пришли люди к 8 часам и вот с 8 до 8 и 10 начинается загрузка. И СС начинает прокачивать. На каждый клиент начинают скачаться какие-то достаточно большие объемы данных. Собственно, пиковая нагрузка, она где-то происходит в это время. Вот сохранение вечером, оно не так сильно нагружает сеть, чем открытие с утра. Здесь, в принципе, теоретически, как бы, теоретически можно разнести по времени загрузку. Можно сказать, что там один отдел загружает. Такое-то время, второе, другое, но как бы все понимают, что это достаточно так трудно организовать. Директивно можно, но как бы... Поэтому здесь, в принципе, кроме как сильно такого большого коэффициента запаса по мощности сети, ничего больше предложить нельзя. То есть, надо мерить, измерять потребности сети, не исходя из каких-то тестов загрузки, большой сборки энергичных компьютеров, исходить из того, что одну большую сборку будут все грузить одновременно. Это все будут делать, потому что, с точки зрения FMS-системы, измененные данные являются те, которые изменятся другим пользователям. Соответственно, если у вас 200 человек работают каждый день, меняют каждые по 3-3 детальки, то для конкретного одного пользователя вот эти 400-600 деталей каждый день будут изменены. Соответственно, FMS будет прокачивать по утрам вот весь этот объем. Ну и как бы вот так, там крайне интереса замеряли там на одном предприятии, то порядка 3-4 гигабайт с утра прокачивалось. 3-4 гигабайта 500 человек примерно вот одновременно начинают качать. Там более-менее то, что администратор считает хорошей сетью, в это время как бы очень сильно подвергает таким хорошим нагрузкам. Соответственно, вот этот фактор как бы надо всегда учитывать при выборе оборудования. Скорость дисковой системы. Вот уже, в принципе, давно пытаемся агитировать всех, что надо оставить SSD-диск. На самом деле, вот при именно загрузке сборок из TeamCentra в NX вот сам диск, он влияет на уровень 50%. То есть 5-10% в принципе достаточно, чтобы поставить SSD-диск. Нельзя сказать, что это критично там, но загрузится не за 10 минут, а за 9 минут. Что принес, тоже неплохо. Но здесь сразу хочу сказать, что SSD-диск, он достаточно серьезно повышает скорость работы самого NX. Если сам NX стартует достаточно быстро, приложение подгружается очень быстро, переключение между приложениями происходит очень быстро. Соответственно, SSD-диск, он имеет смысл больше со стороны скорости революционного NX, чем скорость передачи данных между вот этой папочкой локальной и сессией NX. Ну, про настройки FMS сейчас уже Алексей рассказал, что надо требовать администраторов, чтобы они увеличивали объем кэша, который у вас на клиенте установлен. Честно говоря, вот сколько предприятий я уже проездил, скажем так, достаточно много, я пока ни на одном не видел, чтобы администраторы как-то это вообще учитывали. Я не скажу, что я у всех смотрел, но, как правило, у всех стоит по дефолту стоит 1 гигабайт и 1 гигабайт это очень мало. Для более-менее серьезного изделия больше пылесоса, как бы 1 гигабайт это очень сильно влияет на то, сколько в среднем человек там тратит на загрузки сборок. И количество измененных моделей. Вот здесь есть некоторые такие подводные камни, которые не всегда очевидны. То есть, по идее, чтобы нам ограничить, чтобы нам снизить количество прокачиваемых моделей, нам нужно либо ограничить объем данных, для этого есть куча механизмов, там есть группы сборок, можно грузить структуру выбирать там селективно загружать, но так или иначе как бы ограничить вот объем нужным в любом случае. И здесь, насколько я понимаю, уже по практике намного критично является снизить количество именно ложных изменений. Когда деталь на самом деле не поменялась, но система считает ее поменявшись. Я поясню, в чем дело. Собственно, здесь роль играет два фактора. Это версия файла и наличие вейс-связи, межмодельных связей. Причем механизмы влияния этих факторов, они отличаются от версии 8, 8,5 и 9. Если представить, как у нас загружается схематично, как загружается файл, каждый компания сборки, то NX сначала берет кусочек файла, заголовок считывает, смотрит, в какой версии он был сохранен, смотрит, что текущая версия не совпадает или совпадает. Если она совпадает, текущая, то он дальше загружается согласно опциям загрузки. Если все хорошо, загрузился, запускает процесс обновления. Это многие видят, когда прогресс-бар идет, идет и 45% возникает. 45% это обновление. Мы считываем примерно первые 5% и загрузка от 5% до 45%, а потом на 45% происходит обновление всего и вся, в зависимости от функции. Дальше идет визуализация. Если файл не на текущей версии, имеется в виду, что если файл был 7.5 сделан, открываете 8, если был 8, 8, 5, имеются в виду такие релизы, то запускается процесс конвертации. Он запускается всегда. Вы это отключить не можете, он всегда будет конвертироваться, всегда будет происходить апгрейд формата файла из старой версии в закрываемую версию. Не важно, будете ли вы сохранять, не будете, апгрейд всегда. В зависимости от модели, вот это время при открытии может достигать до 25-30% на процесс конвертации. Чем это плохо? Плохо, что когда вы открываете сборку, у которой есть неконвертируемые модели в старых версиях, они сразу получают статус измененный. Любая конвертация, геометрия не меняется, ничего не меняется, но статус измененный всегда возникает. Вторая проблема, что если у вас есть в связи сборки, и вы открываете компоненты, которые являются источником этих связей, и они сохранены в старых версиях, то когда после конвертации родители связи получают статус измененный, то и потом все, кто на них заноковался, тоже получают статус измененный. То есть у вас при открытии сборки получают сразу такой взрывной рост количества измененных файлов, которые де-факто не поменялись, но статус получили такой. И здесь дальше есть два сценария. Если вы открываете сборку, которая под вашими правами, которую вы можете сохранить, вы сохраняете все, компоненты пересохранились, но в TeamCenter сразу появилась отметка, что модель изменена. Соответственно, когда все остальные участники, которые работают сами, открывают свои сборки, куда входят ваши детали, у них сразу начинается прокачка всего измененного через FMS, хотя реально ничего измененного не было. Второй сценарий, когда вы открываете большую сборку, у вас две детали, а все остальное у вас редонли, это не ваше, вы сохранить не можете, но и все в старых версиях. Ваша сессия NX упорно долго конвертирует это в текущую версию, вы сохраняете свои детальки, потому что на все остальное у вас прав нет, приходите на следующее утро, открываете сборку, NX опять упорно конвертирует все детальки текущую версию, вы опять сохраняете эту детальку. И так продолжается до тех пор, пока все участники не покрывают свои детали, не пересохраняют, и если еще не учитывать администратора, который может забыть и конвертировать стандартные изделия, которые у вас всегда будут находиться на 4 NX пяти, каждый раз при открытии у вас будет происходить конвертация. Собственно, здесь единственный выход это запускать рефайл. Есть специальные утилиты, которые позволяют вам, пройтись по папке, пройтись по базе, пройтись по выпущенным, пройтись по стандартам, по айтам и пересохранить модели. Там, на самом деле, в тонкости этого рефайла даваться не будут, это как бы большая такая, главная боль администратора. Что надо знать пользователю? То, что, ну, минимум, то, что если вы открываете деталь старой версии, она всегда будет измененная с точки зрения индекса, с точки зрения тем-центра, но не с точки зрения содержимого. И второе, что при проведении рефайла, когда у вас администратор провел операцию пересохранения, что операция рефайл действует на модели, действует на файлы чертежей, но не на сами чертежи. Вы всегда после конвертации должны дойти в чертежи и в ручном режиме обновить содержимое чертежа. Для этого специальная кнопка в разделе настройки черчения. иначе у вас формат файла будет соответствовать новой версии, но содержимое не будет ему соответствовать. Теперь немножко про содержимое. Кстати, забыл один момент, сейчас вернусь. Здесь есть отличие между версиями 8, 8,5 и 9. Отличие в работе в связи. Как я сказал, что когда у вас модификация, любая модификация родителя связи влечет за собой статус изменено на потомков связи. Это справедливо для версии 7,5,8 и частично 8,5. 9. Она уже происходит более избирательно. Если у вас поменялся источник связи, реально что-то поменялось, либо поменялась версия, то 9. поменялся либо тот объект, с которым была сделана связь, либо поменялся какой-то другой объект. Если поменялся тот объект, с которым была сделана связь, то да, она говорит, что связь устарела. Если нет, то нет. Если открываете 7,5,8 например, плохой, если открываете что-нибудь старое, NX4, NX5, NX8, то некоторые элементы построения, некоторые фичи, они приобрели новые атрибуты, распределили какие-то новые опции, новые атрибуты, соответственно, NX5 их переконвертит. Соответственно, 9 увидит, что конкретная фича, она поменялась, соответственно, да, тогда все, что на с этой фичи было налинковано, конструктивные элементы тоже изменено. Восьмерка, 7,5 и частично 8,5, там зависит от патча, она просто смотрит на файл. Файл изменен, значит, связь связи сразу автоматически считается измененной. Поэтому здесь надо иметь в виду, как система принимает решение, что считает измененная связь. Теперь немножко по содержимому. Здесь, скорее всего, для большинства это будет очевидно, хотя мы сталкиваемся, что не все понимают, как у нас файл устроен. В принципе, конструкторам, пользователям не сильно надо голову этим закрывать, но вот администраторам полезно знать. Особенно тем, кто переходит в 4,5 и с пятерки. Если в 4 и в 5 ну, по-моему, в пятерки может поменяли, в 4,5 всякие фасетные представления в основном создавались вручную, то начиная с 6-ой версии у нас фасетные представления генерятся автоматически. Сообразно говоря, мы берем точную геометрию и в файл NX сохраняем GT-представление. Это не та GT-шка, которую вы получаете, когда включаете опцию сохранить данные GT. Вот это GT-представление сохраняется всегда. Ну, скажем так, есть опция, которая позволяет это отключить, но по-дефолту она включена, она все включена, хорошо закопана, ее там найти достаточно сложно. Соответственно, на ссылочный набор у нас создается великолепное представление. Для, в принципе, простого обывательского понимания это как бы тисселированная геометрия. Если мы берем точную геометрию, тренингулируем, мы получаем такой маленький файлик, как правило, он 7-12% общего размера геометрии, того, что сделал Parasolid. И у нас как бы, скажем так, в одном файле индексовская модель типа гибрид, там, GT-файл и, собственно, сам файл модели. Как-то формируется он по-разному. Опять же, здесь зависит от версии, опять же, там, 8, 8, 5, 9. Сейчас у нас есть сценарий, когда вот это представляет создается при первом появлении тела, твердого, либо поверхности. Есть сценарий, когда он создается при нажатии кнопки Save. И так работает. Там условия неважно, какие используются, но как бы надо понимать, что оно формируется всегда. Причем здесь, что важно, что для генерации вот этого представления и для генерации GT, которые вы видите в темп-центре, которые у вас падают локально, если проводят локальные использования, разные настройки. Настройки GT, которые у вас лежат для визуализации в темп-центре, или просто вы экспортируете, никак не влияют на это GT-представление. Там есть другой набор настройок, который определяет, как оно выглядит. На самом деле, вот эта структура, она условная. Реально у нас файл выглядит примерно так. Сейчас у нас есть точная геометрия в целостном наборе, и для каждого целостного набора есть еще этот GT-шка. То есть, как бы, файл такой, это такая пачка, где на каждый целостный набор, в котором есть твердотельная либо поверхностная геометрия, создается соответствующая дисселяционная геометрия в виде GT-модели. И, собственно, опции загрузки, они определяют, во-первых, такой из наборов грузить, а вторая группа определяет, ну, в каком виде загрузить. Собственно, для пользователя надо достаточно, скажем так, подробно понимать, как опции работают, потому что опции по умолчанию не оптимальны в загрузке. Те опции, которые там ставят администраторы, они работают для определенных сборок, но, в зависимости от сценария работы, они должны изменяться в любом случае. Соответственно, вот эти опции, документацию читают, скажем так, мало кто, иногда там по диагонали, соответственно, как они работают, не все понимают. И, собственно, разница между оптимальными и неоптимальными опциями по количеству скидаемой памяти по времени загрузки, она на порядок отличается. Хотя я сейчас хочу, в принципе, на таких базовых вещах объяснить, как NX работает с этим опцией. Собственно, вот опция, которая отвечает за облегченное представление, она решает, она решает, что будет загружено. Либо точная геометрия, вот тот самый парасольдерский объект, который был создан ядром, либо загрузится вот то облегченное представление, которое лежит в этом социальном наборе. Загрузка данных в связях, она отвечает за то, будут ли загружены вы в связи. Сначала здесь опять же есть разница между восьмеркой и предыдущими версиями, что если вы грузите модель и опция у вас включена, то помимо загрузки самой вашей модели будет загружена еще та модель, с которой вы сделали связь. Она будет полностью загружена. Восьмер с половиной она и выше, восьмер с восемь пять, девять и дальше. Она загружает вашу модель, которую вы грузите, и частично ту модель, которая содержит, с которой вы делали связь. Образно говоря, если вы грузите потомка, ребенка этой связи, то родитель в случае с восьмеркой грузится полностью. Восьм пять и девять грузятся частично. Но при этом восьм пять и девять они в зависимости от ваших действий могут при каких-то при каких-то ситуациях загружать все равно это полностью. То есть когда здесь мы на этапе загрузки восьм пять и девять убираем необходимый, убираем процесс полной загрузки, но оставляем свое право загрузить все остальное от родителя, когда придет время, когда там пользователь захочет отредактировать связь или сделать какие-то операции с ней. Ну, когда у нас все это загрузилось, собственно, мы уже можем переключаться между наборами там, изоблегченным и точным. вещь, которая не говорится в документации. Я еще позже скажу, вот эта опция, которая отвечает за загрузку данных о связи, о вейсвязи, она, скажем так, необходима, но не все достаточная. То есть есть условия, есть набор условий, когда эта опция будет игнорироваться и NX все равно будет грузить вейсвязь. Не зависит от версии. Собственно, ну, дальше я расскажу конкретно, что еще нужно сделать, чтобы сделать это гарантированным. Дальше. Чистичная загрузка. На самом деле, чистичная загрузка, она, ну, скажем так, для большинства версии NX означает загрузку дерева. Грузим мы дерево по строению, либо нет. Вот вся информация, его последовательность, последовательность, последовательность элементов, параметрии, у коров есть детали. Соответственно, для сборки, ну, как правило, для сборки загрузка такой информации сильно избыточна. И, ну, очевидно, что его надо выключать. Когда это может быть понадобится, когда вы работаете с такими маленькими сборками, и вам нужно оперативно заходить в разные модели и что-то редактировать. Если вы не загрузили первое построение, то тогда NX будет на лету загружать. И что самое интересное, если у вас эта опция не была активирована на старте, когда вы загружали сборку, то при переключении между деталями он будет выгружать. Эта опция, она как бы работает, скажем так, постоянно на сессию. Она определяет не только, будет ли информация о дереве построения загружена в моменте загрузки сборки, она еще определяет, будет ли она выгружаться, когда вы просто из этой детали выходите. Ну, здесь чем-то стоит добавить, я вот здесь выделил такие 4-5-4 группы и прочее. Прочее, это атрибутика. Все, что касается атрибутов деталей, атрибутов объектов и всего остального. На самом деле, структура более сложная, на самом деле, точная геометрия делится на секцию про солиды на секцию с полу X. Ну, как бы, в принципе, не надо достаточно подробно сдать даже администратору, чтобы это больше волнует, там, тоже нас же так, когда я разбираюсь с проблемами. Поэтому я хочу еще раз сказать, что это схематично, чтобы объяснить, как это все работает, принцип работы. Соответственно, если погонять разные версии X и взять какую-то тестовую сборку, то разница между оптимальными и неоптимальными оптимальными по памяти минимум, как это один объем памяти будет, максимум это где-то в 4-5 раз больше. То есть, когда используем минимальный набор данных загрузки, условно говоря, гигабайт на какую-то сборку, когда мы ту же самую сборку будем грузить на максимум, это будет где-то 4-5 гигабайт. По времени это примерно в 10 раз разница на загрузку. С точки зрения загрузки больше факт на время загрузки оказывает облегченное представление частичной загрузки. Эти две галочки, как правило, максимальный такой плат вносит во время загрузки. Загрузить данные о связях между деталями влияет на загрузку, на саму загрузку, скажем так, в пределах 5-7%, 5-5%, но если у вас происходит после обновления вейс-связи, то здесь вы видите те самые 45%, на которых у вас загрузка останавливается. 45% там не сама загрузка идет, данные загрузились и пошло обновление. Для тех, у кого стоит 32 бита, это NX 75, 8 и 8,5. Для этих версий еще есть 3-лбитная версия. Цифры те же самые, но примерно раздлительно полтора. Скажем так, в полтора раза потребление памяти на 3-лбитную машину оно меньше, соответственно, как бы разницу примерно вы увидите в полтора раза. Теперь девушка пробовала вот эту часть файла, которая отвечает за визуализацию. Здесь очень мало кто сильно обращает внимание на настройку визуализации, настройку обличенного представления. И я думаю, это большое упущение, потому что оно влияет на саму визуализацию, так и на скорую загрузку. Потому что чем больше точность этого представления, тем больше получается размер. Вот то, что я сказал, что 7-12% от геометрии это оптимальная настройка. Они не всегда оптимальны. Скажем так, когда вы отдаёте это на откуп системы, большую часть файлов будет неоптимальна. На то есть причины. Здесь у вас получается такой компромисс. Либо большой размер и точное представление, либо размер маленький, но геометра будет такая угловато. здесь достаточно часто встречаются ситуации, когда вы открываете сборку, у вас как будто рваные поверхности, рваные грани. Это всё краска от настройок долековестного представления. Собственно, настройки регулируются рядом опцией. В частности, для вновь создаваемых моделей есть специальная группа настройки помолчания, который отвечает за точность генерации этого фасетного представления. При этом ещё раз повторюсь, что это представление фасетное генерится, когда вы первый раз создали какое-то тело или нажали кнопку Save. Соответственно, здесь роль играет два параметра. Линейный допуск, угловой допуск. Соответственно, здесь мы в опции помолчания предлагаем четыре преднастроенных набора значений для линейного и углового допуска и оставляем возможность пользователям добавить какие-то свои значения, которые он может внести и регулировать точность создаваемых моделей. Здесь как бы сервер подводный камень, что многие почему-то упускают и пытаются настраивать. Параметры точности, которые можно изменять они настраиваются, они влияют только если у вас стоит режим настройка либо пользовательский режим. Когда у вас стоит ритяжок переключателя на стандартном, на максимально выглаженном черновом, всегда берутся преднастроенные значения. Вот эти значения вообще ни на что не влияют. Более того, когда у вас в режиме настройка находится и здесь стоит 0, то 0 для зеленых означает, что это на его усмотрение. Вы можете задать допуск по углу, оставить 0, можете задать допуск по расстоянию и угол оставить 0. Все, что ставите 0, это считает, что он справится обменять. Сами значения, что ли допуск означает? В примитивном приближении это максимальное отклонение этого фасета от идеальной формы. А угловой допуск это отклонение двух углов, которые соответствуют краям какого-то фасета, имеется в виду репрук какого-то фасета, от нормальной подношения к идеальной форме. Может касательно, может быть нормальной. На самом деле, если и тот допуск, там есть два критерия, но, скажем так, до первого движения достаточно понимать, на что он влияет. При этом угловой допуск он первичен. У нас угловой допуск каким-то образом не получается сделать, то мы начинаем уменьшать этот допуск по расстоянию и пытаемся подогнать под угловой допуск. Но это действует для вновь созданных деталей. Только для вновь. Для существующих это не действует. Причем что важно, вот эти значения, которые вы здесь зададите, или выберите на стандартный, черновой, по умолчанию всех стоит стандартный. Если залезть в опции, то там стоит что восьмерки, что восемь, что девять, стоит режим стандартный. Вот эти настройки, они запоминаются и сохраняются после того, как было создано первое тело, либо нажата кнопочка сейв. После этого, вне зависимости от того, как у вас меняется деталь, настройки не пересчитываются. Если вы сделали, допустим, у вас первое тело было гайка, а потом вы сделали 10-метровую деталь, то настройки в файле будут для гайки, но не для 10-метровой детали. Это важно понимать, потому что иногда вы открываете модельку, видите очень грубое представление и понимаете, почему так случилось. Здесь логика примерно такая. и допуска чуть-чуть отличаются от версии к версии. То есть 7-5-8 у нас по допуску изменилось только для максимально выгруженного набора, так как все одностандарты особо не меняют. Сколько бы что-то 7-5-8-8-8-5-9-9 берется примерно половина от чернового. От черновой, еще раз повторюсь, этот черновой допуск определяется только габаритом первого созданного тела, либо того, что было слышно в наборе Model на момент нажатия Save. Где-то была там гайка, нажали Save, индекс посчитал оптимальные параметры фасеты для гайки, все, после этого эти параметры там живут. Ну и для углового допуска тоже примерно логика такая. С углового допуска он не зависит от размера детали, а линейный он зависит. Соответственно, когда вам нужно, когда вы видите, что у вас очень-очень грубо отображается деталь, когда видите граваные края, вам нужно залезть и изменить конкретное тело в конкретном случае наборе. Для этого есть специальный диалог, в котором очень редко кто лазит, но в принципе я думаю это больше всего от того, что люди не знают, за что он отвечает. Соответственно, здесь в принципе надо будет только выбрать тело, в данном случае как видно светится, что здесь тело одно. Это значит, что у меня есть следующий набор модул, там какое-то тело болтается. Если у меня было бы 20 следующих наборов, то у меня было бы 25 тел. Соответственно, выбираете то тело и ставите те допуска, которые больше подойдут для ваших габаритов. Когда вы не хотите сильно вдаваться подробностей, то вы можете просто зайти в диалог и нажать кнопочку сброса. Кнопочка сброса, перевод на самом деле не самый удачный, она просто перемеряет габариты вашей детали и приведет эти значения более оптимальные для ваших габаритов. Собственно, и все. Есть альтернатива. Когда вы делаете тот же самый Refile Part, когда вы пересохраняете модель и старой версии в новую версию, там есть специальный правильник, который отвечает за перегенерацию это представление. Если вы перегенерируете это представление с опцией по умолчанию, то берется стандартный допуск из настроек, которые у вас на машине стоят. Кстати, на это достаточно многие напарываются, что конвертят из 5-го NX-а в 8-й, в 9-й, и потом видят, что резко облегченное представление стало больше, и что деталь подключается в облегченное представление дольше. Но для всего логично, получается, что у вас в NX-5 были настройки свои, которые вы делали, при конвертации Refile посмотрел настройки по умолчанию и их применил. Чтобы этого избежать, надо уже явно либо менять настройки по умолчанию, либо указывать на другие допуски. Но альтернатива вот такому ручному, ручной перегенерации, есть это запуск, скажем так, в фоновом режиме где-то перегенерацию или конвертное представление тоже самое утилитой, даже без конвертации, скажем так, в новую версию. То есть вы можете работая в NX-8, запустить Refile Part, не конвертируя детали с формата формата, чтобы использовать на NX-8-8, но перегенерить вот эти которые у вас используются в сборке. Где это влияет? Ну, помимо того, что влияет на визуализацию, на отображение, эти фасеты также используются при анализе пересечения. Здесь надо, опять же, искать такой разумный баланс. У вас при определенной точности, скажем так, фасеты там врезаться будут, а при другой точности не всегда более точно они могут не врезаться, просто потому, что ребра этих фасетов, скажем так, не пересекутся. Это казалось бы, там, вот здесь более точный, пересечение будет здесь грубое, а пересечения он не найдет. И также эти фасеты используются, когда вы работаете в модуле последовательности сборки и разборки. Когда вы там таскаете компоненты с режимом стежные пересечения, то эти же фасеты, они там же используются. На анализ коллизий, на подсветку столкновений. Есть другие фасеты, которые я сейчас боюсь запутать. Есть фасеты, которые генерируют NX именно для отображения точной геометрии. Когда у вас геометрия точная, вы все равно видите, что у вас немножечко угловатое. NX упрощает геометрию, чтобы дать возможность загрузить вам больший объем, чтобы не усложнять геометрию, чтобы не нагружать сильно видеокарту. Он отображает это все в таком сильном виде. Это фасеты, которые генерятся на уровне видеокарты. Это не те фасеты, которые хранятся у вас в самой модели. Когда вы видите модельку в таком тессированном виде, в упрощенном виде, когда видите ее в таком угловатом виде, когда здесь точная геометрия, это абсолютно два разных механизма фасетов. Они никак не пересекаются, имеют абсолютно разные настройки и ничего общего не имеют. Здесь банальные настройки визуализации. Есть несколько уровней, грубые, точные, более точные, которые отвечают за того, в каком виде вы видите точную геометрию. Это касается правила деталей, которые вы открываете как рабочие в сборке. Когда вы работаете с единичной деталью, там это тоже применяется, но не так сильно. И здесь еще есть такой нюанс, когда вы меняете режим отображения на более точный, на более грубый, он применяется, когда у вас будет перегенерация экрана. Можно это сделать вручную через меню, зайти в вид, операция, регенерировать рабочие, он перегенерирует соответствие с вашим конструктором. Здесь важно понимать, что регенерация ведется с учетом текущего фактора приближения. Если вы возьмете сборку контрактора, отправите куда-нибудь его туда далеко-далеко, в точку, скажите, перегенерировать вид, то этот зум-фактор, это удаление, оно учтется. Когда вы приблизите в следующий раз свою геометрию, видите, что все стало сильно угловатым, даже при точных настройках. Для отображения точной геометрии используются два фактора. Это настройка плюс текущее увеличение на момент регенерации. Если хотите сделать вид более точным, ставите средний, приближаете то, вы видите, видите, говорите регенерировать, тогда все посетки будут регенерированы именно под более-менее такое оптимальное состояние. Чуть-чуть про сжатие. Есть такая опция сжимать деталь при записи. Ее кто-то включает, кто-то не включает, но мало понимает, за что она влияет. Эта опция помогает и тем, кто работает без центра. Ее назначение сжать вот тот блок, который включает точную геометрию. Он сжимает примерно 25-30% то, что сделал парасолид. То, что сделано ядром парасолида, оно сжимается на треть. можно померить, видно наглядно. Есть опция, которая позволяет вам сжать деталь текущую загруженную. Есть настройки молчания, которые позволяют вам выставить режим сжатия для всех деталей, которые будут иметь дело. Есть настройки молчания, две опции. Они скажем так. С точки зрения наименования не сильно говорят, в чем смысл. Здесь суть вот в чем. Одна опция, сжать деталь при записи, она аналогична тому, что вы видите в опциях сохранения. Разница между двумя опциями, что вы здесь поставили один раз и забыли про это. В опции сохранения вы будете ставить для каждой детали, которую вы открыли. Для одной детальки вы здесь поставили, другую деталь загрузили из данного справедлива. Правка этой сессии. Если вы хотите, чтобы деталь сжималась всегда, нужно поставить эту опцию настройку получения и забыть про это. Вторая опция, которая звучит как всегда сжимать деталь при сохранении, она отвечает за то, что будут лишь сжиматься те детали, у которых раньше эта галочка не стояла. То есть в случае как вы просто поставите эту галочку, она будет действовать на вновь создаваемая. Вот эта вторая опция будет действовать на все детали. В чем здесь выигрыш? Выигрыш здесь передачи. Передачи во-первых из TeamCenter на машину на вашу, на которой вы работаете. Меньше файл, меньше объем передачи внутри скорости. Плюс меньше время передачи из папочки в сессию NX. NX загружает вот эту геометрию, именно описание в сжатом состоянии и работает с ней до того момента, пока не появилась необходимость ее разжать. Для того, чтобы ее показать, для того, чтобы мерить ее, сечь, разжимать не нужно. Он может работать достаточно с сжатым состоянием. С точки зрения выигрыша, здесь зависит от версии, зависит от сценария. Передача по сети как во всех версиях, она всегда будет быстрее. Если вы даже без TeamCenter работаете на какой-то общей папке, то объем передачи по сети уменьшается, когда данные сжаты. Здесь как-то есть полная аналогия с логикой офиса, Microsoft Office. Вот Office 2007-2010 он хранит файл сжатого состояния. Вы можете взять какой-то вордовский документ, перенимать его в zip и он у вас распакуется. Потому что на самом деле вот docx, там Excel-файл это все zip-артилы. Вот здесь примерно то же самое, но мы не можем сжать все, мы нажимаем только часть. Соответственно версия до 8 ниже дает время при сохранении и при тех моментах, когда нужно распаковывать. Опять же повторяюте, распаковка это не событие, которое происходит во время загрузки. Распаковка происходит когда системе нужно добраться до геометрии. То есть именно падение и время сохранения вы можете как-то заперить, ощутить. На открытии детали 8 и ниже вы не ощутите. Чаще всего эта распаковка происходит когда я скажу, что мне нужно сделать детали рабочие, что мне нужно скопировать через 2 линк, уже какой-то атрибут менять, тогда у меня будет распаковка. 8.5 сжатие на сохранение займет время добавить n-ное количество секунд сохранения. Распаковка ничего не меняет, потому что 8.5 распаковка вынесена на отдельное ядро процессора. В девятке оба получаем выигрыш и ничего не теряем. Соответственно 8.5 некоторые потери есть на сохранение. В общем процентов 90 случаев общая сумма будет плюс. В восьмеркой ниже надо здесь тестировать на ваших данных. Здесь может быть и выигрыш ощутимый, может быть и не ощутимый, по этому посадку надо больше тестировать. Есть режим, который не очень пока прижился в сознании пользователей. Называется такой русский перевод пока не отработали продвинутый облегченный или в интерфей сейчас встречается интеллектуально облегченный. В чем здесь суть? Мы можем загружать данные, каждый раз когда ставим галочку загрузить облегченное представление, мы загружаем облегченное представление и скажем так, если мы больше ничего не делаем, то каждый раз когда системе нужно получить допустой точной геометрии она погружает остаток файла. Режим загрузки в интеллектуально облегченном виде предполагает, что когда системе будет нужно, она загрузит не весь файл, а загрузит только ту часть файла, те геометрические объекты, которые нужны для этой операции. Больше всего это характерно заметно на измерении. Если вы сейчас загрузите любую сборку, неважно какую версию, 8-9 в легковесном виде, когда у вас здесь перышки появятся, что-нибудь померите, у вас сразу будет написано здесь, размер приближенный. Значок такой пишется. Если зайдете в опции настройки по умолчанию, она закопана, не так далеко, как закопана, поставите загружать интеллектуально облегченные данные и представите то же самое. Вы загрузите в облегченном виде и нажмете операцию измерения, то NX залезет в одну деталь, достанет только эту грань, написание этой грани облегченная, точная, залезет во вторую деталь, достанет точную грань и померет расстание между ними. Если вы работаете, скажем так, просто с облегченными, а не с этим продвинутым, облегченным, то в первом случае NX залезет сюда, возьмет аппроксимированную грань, залезет во вторую деталь, возьмет аппроксимированную грань и скажет, что размер примерно, неточный. Хотите точный, берете и переключаете первый, второй компонент в точное состояние, загружает точная геометрия, вся, причем для каждой детали, и получаете точный размер. Здесь система, во-первых, дело за вас, во-вторых, не грузит все подряд, а грузит только те объекты. Там можно от грани, точки, плоскости, но это не вся деталь. Пока вот эта опция у вас появилась начиная, по-моему, с 8,5. Могу ошибаться, или с 8, с каким-то патчем. Она пока по умолчанию не включена. То есть, очевидно, что здесь плюс, что здесь надо включить всем по умолчанию. Пока она, скажем, находится в режиме такой отработки в полях, соответственно, она выключена, но имеет смысл ее дойти и включить причем всем пользователям сразу. И еще один, скажем так, механизм, опять же, основанный на вот этих продвинутых, облегченных моделях, это генерация чертежных видов. У нас есть сейчас, начиная с версии 8,5, и с 9,9 она тоже появилась. Режим генерации так называемый интеллектуально облегченного вида. Здесь, на самом деле, загружается опять же та самая житишка, которая лежит у нас в модели, но при этом логика по установке размера, аннотации, она работает согласно кому, как я объяснил про размер. Мы делаем вид на основе фасета, с той точностью, которая там задана. Но когда мы ставим размеры, NUX влезет в модель, перестает оттуда описание конкретной грани, конкретной точки, отверстие и ставит точную размер. Что, в принципе, существенно облегчает работу, когда вы делаете большие компоновки. Не нужно грузить точный вид, потому что слишком много памяти есть. Вам можно не грузить облегченный вид, не создавать облегченный вид, потому что размеры будут такие приближенные. Вы сразу можете одновременно получить скорость облегченного вида, но при этом иметь возможность ставить размеры точной геометрой. Немножко про обновления. Скажем так, опять же, здесь есть нюансы, но когда вы загружаете, видите 45% загрузки, то что делать WinX? Первым делом он обновляет связи, потом он пытается обновить сопряжение сборки, потом идет пересчет выражений, которые есть в моделях, в объяснении с межмодельным выражением, он их пересчитывает, в последнюю очередь он обновляет PM-объекты. Это если включено, если все опции задержки обновлений выключены. Что как бы за кадром остается, то что вызывает иногда некоторое непонимание. Порядок, в некоторых условиях порядок загрузки, обновления веб-связи и сопряжение сборки может меняться. Я не буду говорить, почему останавливается слишком большая идеология теории зашита, но потому что иногда в первую очередь обновляются сопряжения сборки, иногда в первую очередь обновляются веб-связи. Собственно, многие часто когда видят, что у них деталька, то в одном месте и в другом месте, значит у вас есть конфликтная веб-связь, которая конфликтует с сопряжением сборки, в зависимости от того, что у вас первая отработала, у вас деталь то в одном положении, то в другом положении. Это происходит из-за того, что у вас есть конфликты из-за того, что механизм обновления в некоторых условиях чередует порядок. Собственно говоря, конфликты, по идее, в принципе должны быть, то есть у вас сопряжение сборки не должно никак пересекаться с той логикой, которую вы наложили на веб-связь. Я здесь просто хочу объяснить, почему вы иногда видите, что у вас деталь скачет в зависимости от чего-то непонятного, когда вы загружаете сборку. Самый-самый оптимальный с точки зрения времени и памяти режим загрузки, когда у вас все обновления выключены. Это касается не только моделей, но и чертежей. Все, что может обновляться автоматически, оно должно быть выключено. Если вы не хотите ждать, если вы хотите просто открыть деталь сборки, открыть чертеж и потом уже руками обновить, что нужно, вот выключаете все, задерживая задержку обновлений для сопряжения, включаете задержку обновлений для геометрии, для кима и загружаете сборку. Но, опять же, есть еще один такой подводный камень. Режим задержки обновлений геометрии, который де-факто означает задержку обновлений в связи, он не всегда легитимный. Есть, опять же, условия, когда режим не будет отрабатывать. И гарантированно у вас вейс-связь не будет обновляться, если у вас включена задержка и у вас вейс-связь заморожена. То есть, если у вас заморожена вейс-связи и включена задержка, то тогда вейс-связь не обновляется. Если что-то из этого неправда, есть ситуация, когда она будет обновляться. Немножко про дерево построение. Здесь, опять же, тема достаточно обширная. Здесь хочу остановиться на трех таких пунктах, которые не описаны в документации и не сильно очевидны. Скорость работы дерево построения, скорость обновления зависит в первую очередь от точности. Точность по умолчанию самая оптимальная. Это точность, которая стоит настройках, которые поставляются. Даже, скажем так, не сами цифры оптимальны, а порядок оптимальный. То есть, вы можете варьировать так или иначе, но когда вы меняете порядок, вы уходите из оптимальных значений. Оптимально по куче причин. В частности, все тесты, все механизмы разрабатываются, отрабатываются, все инструменты построения отрабатываются на этих точностях. Когда вы выходите за пределы вот этих порядков точностей, вы попадаете в самую оптимальную зону. Увеличение точность, скажем так, на порядок, оно начинает сразу влиять на размер файла. Кстати, вот здесь есть такой гидрометированный способ, как проверить, насколько у вас деталь разрослась из-за того, что у вас допуска влияют. Можно зайти в опцию сохранения, отжать кнопочку сохранять данные для отката и посмотреть, сколько займет файл. В ряде случаев можно, скажем так, и 600 мегабайт получить сразу мегабайт 20, только потому, что у вас точности сильно завышены. И про точности это на самом деле целая отдельная констатья, как они считаются, как они там учитываются. Опять же, не сильно описано и немногие знают, что реально роль играет угловой допуск опять же. Как в случае с ответами, здесь угловой допуск первичен. И в случае каких-то консультивных значений линейный допуск приносит жертву, угловой допуск всегда будет состоять на первом месте. Булевые операции. Ну, то, что булевые операции, они увеличивают размер файла, знают все, но немногие знают, что операции обрезки тела, операции сшивки тела, операции там, ну, там все есть операции, которые они под собой все равно имеют булевый алгоритм. Соответственно, вот если сделать, скажем так, 10 операций по сложению, 10 операций по обрезке тела под поверхностью, с точки зрения размера файлов, они вернутся примерно одинаково, потому что там под капотом все равно работают стандартные булевые операции. Даже операция сшивки, когда вы сшиваете два тела, там на самом деле на фоне опять же булевые операции работают. И эти булевые операции, они достаточно серьезно увеличивают размер. При этом есть такая особенность, особенность алгоритма парасольда, что все эти операции, как стандартные булевские, так и не явные, они очень, скажем так, они очень затратны по времени работе и по памяти, которую они съедают, когда у вас происходит сложение, вычитание касательных поверхностей. То есть, скажем так, сложение двух тел, у которых грани гарантированно врезаются, оно будет на порядок менее затратно и по времени и по результату, чем в случае, когда грани просто прикасаются. Надо иметь в виду, что можно, в принципе, сделать такой файл, который одной операцией будет увеличивать до 800, моментально можно сделать. И операции, которые создают копии объектов. Операции выделения, смещения, афсет, утолщения. На самом деле, если, опять же, посмотреть, что творится внутри, то NX создает копии, которые вы не видите в дереве явно, но там на фоне создается еще один такой же объект. Если у вас в объект созданы куча операций, пули со страшными точностями, то каждый раз, когда вы делаете выделение афсет, вы получаете вторую копию такого же страшного тела и объем вырастает настолько же. Если взять линейные допуска и угловые увеличить на порядок, взять поверхность на такую самую очень любит авиацию или водостроение, брать какую-то теорию, делать ее очень-очень точно, а потом с этой теории начинается строить детали афсетами. Детали получают сотни афсетов, сотни копий вот этой утяжеленной геометрии, и в итоге приходите, что у вас модель гигабайт, полтора гигабайта, из которой трудно работать. Чуть-чуть хочу, ну, уже подказать к завершению, немножко хочу показать, так и скажем, дать для справки некоторые метрики. Метрик, которая касается именно на работе NX, когда он работает перед тем центром. Здесь, о чем идет речь. У нас в отделе разработки есть лаборатория, в которой каждая версия NX гоняется по одному количеству стандартных тестов. И они периодически выдают результаты для разных расстройок сети. То есть, когда у вас хорошая сетка, когда чуть-чуть похоже, и когда совсем все плохо. Набор операций это типовые действия конструктора, когда он работает. Открытие сборки, закрытие, создание деталей, сохранение деталей и так далее. То есть, весь набор операций, который поддается скриптованию, есть такой большой скрипт, и есть тестовые сборки, запускается почти каждый тест гоняется неделями, сборок там больше сотни, и, соответственно, каждый скрипт гоняет эту сборку, и среднее значение потом пишется для каждого релиза. Собственно, вот у вас сейчас есть данные на девятку, и на последней версии. Здесь вот что характерно, здесь надо правильно читать результаты, если вот посмотреть, как назван каждый спорбок. Здесь версия NX, версия Тимцентра, четырёхслойка, на самом деле две слойки тоже есть такие же графики, и параметр сетки. 0-лилисекунд задержки, 50-лисекунд задержки, 100-лисекунд задержки. Ну, это разные сочетания, там NX девятого, Тимцентра девятого, там 8-5, Тимцентр здесь что хорошо заметно, что вот допустим версии NX 9 и версии NX 8 5, они более-менее скажем так, на уровне там разница, но скорости порядка 5-10% будет. Опять же, это операции стандартные, те действия, которые делает конструктор, когда работает, создает модели, сборка. Ну, да. Что характерно, вот есть ещё, что при увеличении задержек сети резко падает в результате, то есть сетка влияет очень сильно. Здесь есть такой же набор для более старших версий, вот строительный набор. Причём вот здесь очень хорошо видно, насколько там девятка, вовсе, смена, отличаются от версии 8-8-7,5. В зависимости от сети. Здесь, конечно, достаточно сильно. Это всё объяснимо. Вот на этапе разработки 8-5 Силикон переделали механизмы, механизмы, на которых иных сообщается с этим центром. То есть там он переписан стуля практически. Соответственно, от этого такая большая резница. То есть, как бы, да, девятка при плохом сценарии, при плохой работе сети, она тоже сильно отличается от хороших сценарий сети, но она как-то отличается от того, как ведёт себя восьмёрка и тем более семь с половиной. Это больше интересно будет админициаторам, которые работают с сетью и выбирают версии. Это пресс, для тех, кто не в курсе, сейчас покажется, у нас текущая версия 9. Точнее, 9.01. Десятая версия ожидается в конце декабря. Ещё здесь уже такие часто задаваем вопросы. Семёрка Windows 7 она имеет несколько специфических настройок. У нас очень часто присылаются вопросы, попадают по проблемам с графикой. Вот 90% случаев виновата тема. Это тема Aero, которая выбрана по дефолту у всех рабочих станций почему-то. Она не очень совместима с графикой, причём карты видео. Ну, там настолько IPJR это с IT и с другими картами не так часто, но вот с NVIDIA это просто повальная болезнь. В принципе, если мы сайт оставим, как я передадим, если написал шпаргалки, что нужно сделать, как это выключить. Имеет смысл в более простой теме перейти, а по идее лучше сбросить состояние как Windows XP. Конечно, крайность, но она самая оптимальная. Ещё одна настройка, которую мало кто знает, это параметры синхронизация. Она должна быть выключена, иных несовместим с ней. Точнее, скажем так, есть ситуации, когда у вас будут возникать проблемы с графиком, если эта опция выключена. С процентов 80, когда вы это вообще не заметите, включена, не выключена, но очень часто, когда, допустим, вы там наводите курсор, на объект он не подсвечивается, либо там наводится, не выбирается, это проблема как раз-таки вот этой опции, которая включена. Я не очень уверен, что вот эту опцию можно выключить с простым правилом пользователем. Скорее всего, можно, если у вас на Windows 7 и вы используете продвинутого юзера, то да. Это все справедливо как на Windows 7, так и на Windows 8, 8, 1. Девятка у нас сейчас как раз-таки идет на 7, 8 и 8.1 Windows. Про свисты тоже часто задаваем вопрос. Очень многим не нравится размер шифтов и никто не может его настроить. Собственно, вот начиная с версии 8, когда мы перелили на системные шифты, все настройки шифта, они зависят только от Windows, от системы. И на самом деле есть три группы настроек шифта в системе. Настройка дерева, настройка меню и настройка диалогов. Три независимых настройки. Они находятся там, где вы настраиваете себе шифты самого вот есть, скажем так, меню, это только меню, дерево, что неочевидно, оно настраивается именно навигатором. То есть есть настройка иконок, которая отвечает за размер текста иконок. Она же влияет на настройку шриста в дереве. Ну и на диалогов, собственно. Все. На этом свою часть я закончил.